Как и миллионы других иммигрантов, я перебрался в Европу в поисках лучшей жизни. Очень скоро я понял, что чужаки вроде меня обречены на нищенское существование. Жалкую работенку за гроши и комнату в гетто. Поэтому сейчас мой бизнес вне закона. Да, я знаю, что многие из вас меня осудят и назовут бандитом. Что ж, пусть так. Я такой, какой я есть. Только я в ответе за свои решения и поступки. Это моя жизнь. И это моя история. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Привет, Паскаль. Бог автосервиса. Как дела идут? Привет, Малик. Хорошо. А, хорошо. А сам как? Ничего, спасибо. Давай-ка прокатимся со мной. А что случилось? Да, что-то постукивает. Послушаешь. Может, мой механик посмотрим? Давай-давай-давай. Я позову его. Я ничего не слышу. Ничего. Стареешь, Паскаль, вот у бардачка. Там? Да-да, там. Не слышно ничего. Да вот-вот. Ну, реально, ничего же не слышно. Где этот звук? Вот так. Теперь слышишь? Ты сломал мне нос. Да похорон заживет. Ты сломал мне нос. На, вытрись. Не заляпай мне машину в свою кровью. Химчистка будет за твой счет. Вот, все чисто. Так, где мои деньги? Я делал сервис ремонт. Вот думал, не заметишь, что меньше денег тебе отдал. Извини. Дурак. Ты мне завтра тройную оплату принесешь. Дошло? Тройную? Да. А где же мне столько бабла взять? А ты думаешь, я не знаю, что ты ставишь своим клиентом старые детали по цене новых? Хорошо. Мне негде взять столько. Можно через месяц отдам? Что? Месяц? Два дня. Ну, как же... Два дня. Можно хотя бы... Можно пойти нафиг отсюда. Топай ножками. Засранец. Смени подгузник. Воняешь. Босс, мы пока не смогли начать торговлю на точках Чечена. Меня это не волнует. Пусть Мане встретится с ним и закроет вопрос. КОНЕЦ КОНЕЦ Эй, Ислам, говори. Надо встретиться, Малик. Уже еду. Слушай, брат, наши точки пока недоступны Жан-Мишелю, но это ненадолго. Люди Жан-Мишеля вышли на меня через наших знакомых албанцев, назначили встречу на сегодня на их складе. С тобой будет говорить Моне, он правая рука Жан-Мишеля. Хотят договориться о торговле на наших точках. Надо соглашаться на их условия, пока что-то предлагают. Иначе мы можем лишиться нашего бизнеса. Всем привет. Как дела идут? Хорошо. Как сам? Бывало и лучше. Вот наши условия. Ты будешь получать с каждой своей точки 5% от выручки. С твоего ночного клуба мы готовы предложить 10%. Насчет полиции не беспокойся. У тебя с ними проблем не будет. Арно будет работать с тобой. Он отвечает за товар и всех дилеров. Бабки тоже будешь получать от него. Нет, мне это неинтересно. Ты в этом уверен? Уверен. Подумай хорошенько, прежде чем еще раз отказаться. Слышь, ты задолбал. Оглянись вокруг. Ты не видишь? Уже весь Париж. Принадлежит Жан-Мишелю. У тебя будет столько денег, сколько ты в глаза не видел. Уясни. Не все деньгами меряется. Я с этой отравой связываться не хочу. А мы, по-твоему, кто? Второсортное чмо? Ты пес. Забыл, как твой брат сначала пожал мне руку, но стоило мне отвернуться, он вытащил нож и наполз сзади. Да он из-за тебя, тварь, инвалидом стал. И не может даже с постели встать. Спокойно, спокойно. Нет. Друг, сбавь оборуды, а? А теперь шаг назад, а то ноги переломаю. Так-то лучше. Чечен, не стоит быть таким принципиальным. Это же просто бизнес. Не тупой. Против вас лично я ничего не имею. И против вашего бизнеса тоже. Но дури на моих точках не будет. Пока. Это все. В европейских странах произошел миграционный взрыв, что, безусловно, выразилось в более предвзятом отношении к претендентам на получение статуса беженца. У всех мигрантов есть права человека, и эти права необходимо соблюдать. Мой проект «Я человек», запущенный пять лет назад, это искреннее выражение моей веры, что каждый человек, приезжающий в эту страну, приезжает за помощью. Наше личное процветание не имеет смысла, если оно не приносит пользу другим людям. Выступление было хорошее. Спасибо. Только ты пришел, как всегда, в самый последний момент, и очень многое пропустил. Но ты же знаешь, я занят практически всегда, беготня. А что с моими бумагами? Готово? Естественно. Ты на машине? Да, да. Хорошо. Тогда поедем ко мне домой, все бумаги. С радостью. Мои лучшие юристы подготовили все документы. Придраться вообще не к чему. Можешь считать, что французское гражданство у тебя уже есть. Сколько я тебе должен? Ничего не нужно. Семен, а ты знаешь, что я первый вид на жительство в Бельгии получал? Да. Но никогда не догадаешься, Семен, почему, как только я приехал в Бельгию, сразу же развелся? Почему? Иммигранты в Бельгии получают пособие 1200 евро на семью. А если разводятся, каждый получает по 1200 евро. Ну да. Муж оформляет левый адрес, а живет с женой. Но социальные работники, они же усекли это все. И приходят, проверяют их. Могут в пять утра прийти, могут в двенадцать ночи. Приходится на ходу импровизировать. Прятаться под кровать или, например, в шкаф. Ну и там находили. Бывало, бывшие мужья в окно выпрыгивали. Без штанов. И ты в окно выпрыгивал, а? Нет, мне не приходилось. Но у меня был случай поинтересней. Шесть утра. Просыпаюсь от шума вертолета. Смотрю в окно. Прямо ко мне на крышу спускается спецназ. И такой громкий шум. Бах! Входная дверь слетает с петель. Менты в масках влетают в спальню. А я уже в штанах. Ну, заходят. Естественно, надевают мешок на голову. И загребают. Первое, что пришло в голову, думаю, ну зачем я затеял этот фиктивный развод? И что, столько полиции только из-за махинации с социальным пособием? Да, конечно, нет. Если бы это было из-за пособия, они бы просто пришли, бумаги заполнили бы. Ну и вызвали бы в суд. Это из-за одного чиновника, которого я избил. Понятно. Да, интересная-интересная история. Я своим коллегам обязательно расскажу. Посмеются от души. Кстати, Малик, как твоя жена, как сын? Я их давно не видел. Анзор-то уже, наверное, большой и вымахал. Ну, фиктивный развод оказался реальностью потом. Ты не знал? Нет, я не знал. Ну вот, развелись. Теперь могу гулять с сыном только раз в месяц. Ладно, Семен, поеду я. У меня еще важная встреча. Попробуй, уже скоро готова будет. Да тебе больше достанется. Сам съешь. Потом увидимся, если что. На связи, давай. Давай. Алло, кто это? Это Жан-Мишель. Говори, я слушаю. Надо бы встретиться. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так это ты, Чичина? Представляться не буду. Меня и так все знают. А вот ты кто? Ты поступил некрасиво. Тянул моих людей в бак с мусором. Потом не захотел работать с Мане. Но я прощаю. Так и быть. Ты же... Ты же, как и я, деловой человек. Я не такой, как ты. Ты наркоторговец. Я наркоторговец. А ты что, ангел? Арно? Это Арно. Его барыги будут работать на твоих точках. И не смей даже пальцем их тронуть. Иначе очень сильно пожалеешь. Ты это уяснил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брат, не злись. Я думал, что ты договорился с Жан-Мишелем. Проходите. Только поэтому этого барыгу и пустил в клуб. Как ты, Чичан? Нормально. Ислам, просто покажи мне, где он. Только помягче. Он человек Арно, а следовательно, и Жан-Мишелем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон он. Который? В наушниках. Понял. Жагай. Ну. Занято. На улице отлез. Я же запретил торговать. Я не знал, я не знал. Не заливай. Я не знал. Нет, не стреляй. Нет, постой. Не стреляй. Давай, вылезай. Живо. Да быстрее. Не убивай меня. У меня семья. Копай. Ну, кто о них позаботится, кроме меня? У меня мама больна. Раньше надо было о маме думать. Моя мама, она, она не сможет без меня. Я правда не вру. Она не сможет. Пожалуйста, поверь мне. Расскажи-ка о бизнесе Жан-Мишеля. Окей, конечно. У Жан-Мишеля два крупных рынка сбыта товара. Это Бельгия и Франция. Моне, его правая рука. Говорят, что Моне хочет стать независимым и развивать свою собственную... А Жан-Мишель позволит? Я не знаю. Это не мой уровень. Я только мелкий дилер. Арно говорит, где торговать. Я торгую и все. У меня дочка маленькая. Не убивай. Прошу тебя. Пожалуйста. Пожалуйста. Как мне надоело твое нытье. Хватит. Дай мне лопату. Нет, не готово еще. Надо копать. Не убивай. Я много знаю. У Жан-Мишеля есть катер. Хорош, давай сюда лопату мне. Катер у Пирса 8 в Сен-Дени. Вот там каждое утро бывает. Если еще раз замечу тебя рядом с моей дискотекой, ты больше не жилец. Спасибо. А ты меня больше не увидишь. Верни мне мой товар. Верни товар. Прошу. Умоляю. Товар? Да. Вот это, да? Да, да. Спасибо. Нет, что ты делаешь? Забирай. И передай всем, что наркоты никогда не будет на моих точках. Слушаю. Малик. Да? Это Арно. Ну что? Ты всегда оставляешь свою тачку незакрытой? А какая тебе разница? Ты вонючий кусок дерьма. Что тебе надо? Я забрал тачку за долги. Тебя тысячу евро за товар. Хорошо. Ты где? У ратуши. В центре? Да. Я буду через пять минут. Так. Ты чёрт. Стоять! Ты мне куртку порвал! И не смей больше трогать моих людей. Если хочешь свою тачку назад, гони тысячи евро. Так что? Бабки при тебе? Конечно. Тормозни. Сейчас деньги достану. Угу. Ладно. Не убивай меня. Прошу, не надо. Давай рассказывай. Он чуть заживо не похоронил нашего дилера, а потом едва не затушил Арно. Да как этот вонючий иммигрант посмел попереть против меня? Я же вам говорил не связываться с этим чеченцем. Он очень опасен. И ты ещё будешь указывать мне? Указывать, что делать мне? Ну, кто здесь босс? Ты или я? Кто здесь босс? Конечно, вы. Давай звони мусору. Нашему? Конечно, нашему. Я ж ему плачу, кретин! Гони, давай гони на полную! Ублюдок, ты решил со мной тягаться? Ну что, сломалась посудина? Урод! Развернись! Чечень, ты хоть плавать умеешь, а? Не охрипни. Ты Филиппа зови, если будешь тонуть. Он где-то там плавает. Скоро выезжаем. Надо показать этим чёртовым нигерийцам их место в нашем городе. Не расслабляемся. Смотрите. Делаете обманку и уходите в ноги. Раз, и он на земле. Нет ничего сложного. Пока. Продолжайте сами. Ассалам алейкум, брат. Я не понимаю, зачем ты лезешь на рожон? Скажи мне. Ну что, мне замолчать, брат? Жан-Мишель, это тебе непростой фраер. Почти все группировки во Франции уже под ним. И что с того? И шеф полиции его человек. Он может устроить нам большие проблемы. Если начнётся война, то мы проиграем. Я надеюсь, ты этого Арно не убил? Да всё нормально будет с этим уродом. Пару дней полежит в больничке. А насчёт войны не беспокойся. Твоей помощи я не прошу. Можешь подождать в сторонке. Не больно? Малик, подожди. Подожди, остановись. Ты не так всё понял. Я на твоей стороне, что бы ни случилось. Ну, а сейчас надо выждать. Хорошо, брат? Ну, хорошо. Хорошо. Нравится, мой хороший, а? Босс, к вам приехал шеф полиции. Подождёт. Конечно. Мане нашёл того, кто сделает грязную работу? Пока нет. Не просто найти человека, который выполнит работу и не будет задавать лишних вопросов. Но у Мане уже есть несколько кандидатур на примете. Не затягивайте с этим, понял? Босс, мы всё решим. Так решайте. Я что, тебя позвал? Чтобы выпивать? Итак, что ты узнал? Он работает тихо. У нас на него ничего нет. Настоящее имя Малик, прозвище Чечен. Он служил в спецназе российском. Лет десять назад эмигрировал в Бельгию. Потом перебрался во Францию. Есть сын. С женой развёлся. И всё? Всё. У него десятки точек. Различных дискотек и клубов. Которые он крышует. Он толкает оружие. Он вообще-то не пирожки продаёт в булочной. И у вас на него ничего нет. Не забывай, что только благодаря мне ты стал шефом полиции. Ну да, конечно. Куда не ткни одни бестолочи. Такое ощущение, что меня окружают одни придурки. Дерьмо. Может, тебя на пенсию отправить, если ты ничего уже не можешь. А ваши люди? Может, они его убьют, а? За что я тебе плачу? Ты кретин, если думаешь, что я позвал тебя за советом. Хочешь, чтобы мои люди делали за тебя всю грязную работу? Уясни, отсидеться в сторонке у тебя не получится. Понял меня? Я понял, понял. Так-то лучше. Советчик чёртов. Знаешь, кто это? Естественно. Известный человек в своих кругах. Значит так. Чтобы твои люди были у его дома в нужное время. Малек тоже там будет. Филипп всё подробно тебе объяснит. Даже такому кретину, как ты, станет всё ясно. Понял? Я понял. Хорошо. Босс, вы куда? Я хотел обсудить с вами ещё один вопрос. Я в Париж отдохну от вас. Обсуди с Филиппом. Хорошо. Вот придурок зелёный. Всех бы вас скрохнул. Слышь, Марко, сколько раз тебе ещё повторять. Не буду я ни за что работать в твоей кафешке, жарить бургеры и получать за это гроши. Я работаю на серьёзных людей. Понял? Это не моё. Чего тебе? Слушай, у меня только 10 евро. Цена 50. Слушай, нет. Мне, я там, мне очень нужно. Не даю. Слышишь меня? Мужик, алё. Найдёшь деньги, приходи. Свалил. Да уж. Таким нариком я спуску не даю. А я слышал, что Чечен тебя чуть живьём не похоронил. Знаешь что, этому Чечену недолго осталось. Скоро мой босс его уничтожит. От него и мокрого места не останется. Жан-Мишель заберёт все его точки. А ну, пошёл вон. Ты что, возишься там? Свалил отсюда? Да, да. Алё, Чечен. Это я. Не-не-не-не, постой. Нет. Информация важная. Но это не бесплатно. Одну кулу. Говори. Бабки давай. Бабки тебе? Правда? Да. Бабки вперёд. Вперёд. Ах ты. Низли меня, понял? Больно. Ты точно меня понял? Ты понял? Валя. Ты мне чуть долгу не сломал. Колу, побыстрей. Я слушаю. Какая информация? Зачем жмал? Ваша кола. Три евро, пожалуйста. Заплати им. Заплати. Быстрее. Сдачи не надо. Большое спасибо. Я услышал. Ну? Что Жан-Мишель хочет убить тебя? А ещё Жан-Мишель хочет забрать все твои точки. И всё? Да. Я думал, это ваша. И ты забил мне стрелку, чтобы рассказать мне эту туфту, да? А я тебя предупредил, чтоб ты знал. Знаю без тебя. Фуфломёт. Ай-яй-яй. А что мне за это? Да пей мою колу. Вот дерьмо. Переговоров больше не будет. Теперь вопрос будет решаться радикально. Мусора уже в курсе. И как дело будет сделано, они доведут всё до конца. Итак, ты слышал, всё решено. Оружие получишь завтра. Сделай хорошо то, что тебе поручил Жан-Мишель. И в результате ты сможешь очень хорошо подняться. Поверь, я не подведу, Мане. Сделаю всё чисто. Тогда полагаю, что Малик уже не существует. Малик, Набил. Oui, ça crie, ça saute tout le sens. Leur von flors se forcène он. C'est un univers de rêve. Puis nous voyons un marchон. Les enfants se Brisbane canton. Аня. Зор. Эва. Али. Тимур. Дюня. Керим. Малик. Набил. Лапа, лапа. Сава. Дирекцион. Парламэсона. До结ategory. Субтитры сделал DimaTorzok Мариам, Набиль, Анзор, Эва, Али, Тимур, Дунья, Керим, Мариам, Набиль Анзор, все, приехали, иди домой Мама, наверное, волнуется Иди к маме, сынок А папа приедет? Приедет, приедет, папа Иди к маме, сын Ну ладно, я пошел Слушаю, Семен Малик У меня большие неприятности Мне нужна твоя помощь Можешь приехать прямо сейчас ко мне домой? Сейчас буду Жду Он уже едет Малик Семен Семен Представлены первая картина Космикар Адаму Тайсумову Которую он рисовал Ищу Включей Космикар Адаму Тайсумову Космикар Адаму Тайсумову Это полиция Сдавайся Выходи с поднятыми руками Ладно, я выхожу Космикар Адаму Тайсумову Я купил тебе билет на утренний рейс Через три часа ты улетаешь из страны Как я могу уехать? Семена убили Ни за что Он вообще не при делах И что скажут наши люди Если я спущу такое с рук Я должен отомстить за Семена Ясно, что Семена убили Только за тем, чтобы подставить тебя Хороший человек был Жан Мишель перешел черту Я постараюсь уладить копами По нашим каналам Но завтра Твоя физиономия будет во всех новостях Это край Вся полиция Франции будет тебя искать Ты должен немедленно улететь из страны Ты не сможешь прятаться от копов И решать вопрос с Жан Мишелем одновременно Если я тебе ищу брат То ты поступишь так, как я прошу Этой ночью в своем доме был убит правозащитник Семен Мартынов В полиции утверждают, что установили личность убийцы Имя подозреваемого в интересах следствия пока не разглашается И что послужило мотивом преступления пока неизвестно Пистолет, из которого были произведены по меньшей мере три выстрела Пока не найден По нашим данным Подозреваемым является один из близких друзей убитого Мы будем держать вас в курсе событий Пожалуйста Да этот Чечен, поджав хвост Сбежал из страны Отлично Теперь он нам больше не опасен Думаю, было бы надежнее его завалить Война Началась бы война Ты думаешь, его люди стали бы просто молчать? Но он может вернуться Исключено Категорически исключено Шеф, вы обещали передать все точки во Франции Мне? Не помню такого Как? Так, я босс Не ты закрой рот Работай и не рыпайся Заводи, поехали Ах ты лживый Мерзкий ублюдок Наш самолет произвел посадку В аэропорту города Махачкала Желаем вам всего доброго Заканчивается посадка на рейсах 171 Следующий по мосту Махачкала-Москва Опаснующих пассажиров просим срочно пройти на посадку Выход в номер 2 Костя, неужели ты? Здорово Привет, дружище Добро пожаловать на родину Спасибо А ты изменился, лет десять не виделись Ну, где это так? Как там цивилизованная Европа, а? Все тихо, мирно, по закону? Я бы не сказал Как полет? Ненавижу самолеты Это что такое приключилось? Ты ненавидишь самолеты? Помнишь, как на последнем задании? Как тоже вертушка была Да, знатно мы им тогда по заднице врезали Да, было дело Да, давно это было Как будто в прошлой жизни Да уж Слушай, Костя А тачка-то тебе не кислая Да что ты, зверь Пятьсот кобыл под капотом За руль хочешь? Не-не-не, в другой раз Ну смотри Поехали Только не взлетай Проходи, дорогой Вот смотри В прошлом году себе приобрел ресторанчик Сразу заказал авторский дизайн Сделал дорогой ремонт Хорошее оборудование на кухню закупил Брендовая мебель Проходи Терраса неплохая Весь город как на ладони Присаживайся А я так считаю Что можно сделать ресторан за пять миллионов И люди к тебе будут ходить А можно сделать сарай с печкой За сорок И никого не будет Ты прав Добрый день, Константин Львович Здравствуй, Ксюш У вас все хорошо? Все отлично Значит так Знакомься, это мой друг Малик Здравствуйте Здравствуйте Он только что приехал из Франции А когда бы он сюда не пришел В любой день Для него все бесплатно Не стоит, Костя, зачем? Слушай, ты давай меня в краску не вгоняй, а? Ты мой гость В любой день заказываешь все, что хочешь бесплатно Поняла? Поняла Хорошо, а сейчас сделай нам что-нибудь перекусить Хорошо, минуточку А ты доверяешь этому Исламу? Сам же говорил, что Он уговаривал тебя работать с наркодилерами Он просто думает, что мы под Жан Мишелем больше заработаем Вот и все Доверяю ли я ему? Да Будь осторожен Мой опыт подсказывает, что В любом деле найдется крыса, которая предаст Только не он, Костя Исключено Мы как братья Ну а что этот Пикассо Моне 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 просто шестерка А вот Жан Мишель решил подмять под себя весь Париж И я стал ему как кость в горле Я уверен, что Жан Мишель меня подставил Понятно А может, ну и в эту Европу Слушай Такие люди, как ты Здесь сейчас нарасхват Давай будем работать вместе Приятного аппетита Пожалуйста Не думал Взять семью Вернуться в Россию Сейчас здесь Большие возможности Можно сделать хороший бизнес Хорошие деньги Не знаю, Костя Не думал еще об этом Посмотрим Видно будет Приятного аппетита Извини Лягушек не было Еще этого не хватало Располагайся Чувствуй себя как дома Да, если захочешь Как в старые добрые времена Прокатиться в горы Мой байк в гараже Бери, не стесняйся Холодильник Холодильник забит едой Чистое постельное белье В комоде Держи Спасибо Слушай А почему ты думаешь Тебя подставил именно Этот Жан-Мишель Ты же не можешь этого знать наверняка В твоем бизнесе Всегда есть недоброжелатели Которые хотят занять твое место Забрать твои точки Это же хорошие бабки Костя Я уверен, что это он Пока он не появился в Париже Все было хорошо Марокканцы Албанцы Алжирцы Турки Все были подо мной И никто пикнуть не смел Я уверен, это он Тогда почему он тебя не убил Костя Это не так просто сделать Кому-кому О тебе об этом лучше знать Мои люди стали бы мстить Началась бы война Поэтому Он решил Руками полицейских Сделать грязную работу А самому Остаться чистым Продуманная гнида Да Но в одном он просчитался Он убил моего друга За это он мне заплатит Если нужна будет помощь Обращайся Связи в конторе у меня остались Да нет, Костя Ничего не надо Жан-Мишель ждет Чтобы я дал заднюю Чтобы лег под него Чтобы разрешил Продавать наркотики На моих точках И тогда он даст команду Замять дело об убийстве Ну, а ты чего? Ислам уже занимается этим вопросом Улик на меня нет Пистолета нет Меня никто не видел Хорошая сумма денег В нужные руки И мой вопрос решится А я пока пережду здесь Чтобы не было лишнего шума Ну, хорошо, если так Ну, а сейчас Располагайся Отдыхай с дороги Мне надо отъехать на неделю Ну, как вернусь Устроим культурную программу Природа, горы, шашлык О многом поговорить надо Конечно, брат Да Чуть не забыл Телефон с местной симкой Здесь забит мой номер Звони в любое время дня и ночи Все, поеду Хорошо Не скучай Спасибо Долетел без проблем, Ислам Как продвигается мое дело? Полицейские забрали Несколько наших ребят на допрос Задавали вопросы про тебя Копы сказали, что у них есть свидетель Какой такой свидетель? Какой-то наркоман Не парься об этом Кто ему поверит? А адвокат что говорит? Пока ничего конкретного Изучай твое дело Ладно, как с полицией Проблему решим Это гнида Жан Мишель ответит за все сполна Что за туристический фонтанчик? Ублюдок, чтоб тебя Чача, ты что, решил ко мне Трансцендентальное единство О перцепции философии Канта Это единство сознания Пребывание в моменте Не, уже не эту фигню кто-то смотрит Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это уже не важно. Ислам мертв. Если ты не успокоишься, твоя семья следующая на очереди. Ислам мертв. Привет, Костя. Привет, Малик. Что-нибудь будешь? Нет, спасибо, не буду. Может, кофе? Не буду, Костя, я ничего. Мне надо срочно попасть во Францию. Они убили Ислама. И объявлен в международный розыск. Мне очень жаль. Но если ты сейчас, сломя голову, понесешься во Францию, тебя сразу повяжут. Теперь твой паспорт в базе Интерпола. Ладно, я могу поднять старые связи, сделать тебе поддельные документы. Но на это надо время. Сколько? Месяц. Месяц у меня нет, Костя. Есть один человек. Он занимается нелегалами. В общем, незаконное пересечение границы для тех, кто хочет попасть в Европу. Годится. Но там одна проблема. Он просто отмороженный на всю голову, повернутый на уличных гонках. У него автомастерская за городом, в промзоне. Как его зовут? Дизель. Дизель? Не удивляйся. Ты все поймешь, когда его увидишь. Да, и вот. Возьми мою машину. Зачем мне твоя машина? Поверь, так надо. А, кстати, Костя, это тебе. Не понял? В твоей квартире ураган прошел. Какой ураган? Мощный. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...